Библейский портал экзегет.ру представляет Доброго времени суток, братья и сестры, все любящие чтение Слово Божие, Священное Писание Библии. Мы продолжаем с вами изучение книги «Исход» на библейском интернет-портале экзегет.ру. И мы читаем сегодня с вами 10 главу. И сказали ему, так говорит Господь Бог евреев, долго ли ты не смиришься предо мною, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. А если ты не отпустишь народа моего, то вот завтра я наведу саранчу на твою область. Она покроет лицо земли так, что нельзя будет видеть земли, и поест у вас оставшиеся, уцелевшиеся от града. Объезд также все дерева, растущие у вас в поле, и наполнит домы твои, домы всех рабов твоих, и домы всех египтян, чего не видели отцы твои, ни отцы отцов твоих со дня, как живут на земле даже до сего дня. Моисей обратился и вышел от фараона. Тогда рабы фараоновы сказали ему, долг ли он будет мучить нас, отпустись их людей, пусть они совершат служение Господу Богу твоему, неужели ты еще и не видишь, что Египет гибнет? И возвратили Моисей и Арон к фараону, и фараон сказал им, пойдите, совершите служение Господу Богу вашему, кто же и кто пойдет? И сказал Моисей, пойдем с малолетними нашими, и старейшими нашими, и сыновьями нашими, и дочерьми нашими, и овцами, и так далее. Фараон сказал им, пусть будет так Господь с вами, я готов отпустить вас, но зачем с детьми? Видите, у вас худое намерение. И далее, если прочитывать полностью всю 10 главу, мы видим, что Господь действительно наводит саранчу на весь Египет, она пожирает все растения, которые были в Египте, и мы представляем, чем это заканчивается для жителей Египта. Это, в общем-то, голодная смерть. Если нет растительности, значит нет корма для скота. Если нет растительности, значит нет ни корма, ни овощей, ни других продуктов питания. То есть это полная катастрофа. Это, в общем-то, голод и вымирание народа. И действительно, саранча была наведена, но в этом тексте, который мы прочитали, нужно обратить внимание на то, что фараону Аарон Моисей в третьем стихе призывает фараона смириться, доколе ты не смиришься. Так и сказано, доколе ты не смиришься предо мной, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. Аарон и Моисей, они передают слова Господа для фараона. Но фараон дальше продолжает упрямствовать, дальше продолжает только обещать, что отпустит народ Божий. Точно так же, в принципе, происходит и в нашей жизни. Когда люди хотят прийти в храм, то у них на то, чтобы прийти, действительно совершить служение, находится множество причин. То они не высыпаются, потому что один день у них выходной, то у них что-то не здоровится, то вчера вечером слишком долго, в субботу засиделись, и поэтому не в силах утром встать. И в этом смысле здесь не надо думать, что это происходит только лишь потому, что человек, намереваясь пойти, и он потом хочет или нет. Конечно же, многое зависит от воли человека, но тем не менее, будем помнить, что наша брань, она не против властей, не против мира правителей века сего, но против духов злого поднебесных. Ангелы, злые ангелы, злые духи, демоны, они стараются всячески отвлечь человека от его доброго намерения служению Богу. Точно так же здесь образ фараона, он показывает нам, что фараон не хочет смириться. Смирение – это отнюдь не пассивное состояние человеческой воли. Смирение – это состояние активное. Например, давайте вспомним, как преподобный Сергий Радонежский благословил Андрея и о слябе Пересвета на Куликовскую битву. Они, будучи, когда я спрашиваю, кем они были, некоторые говорят, они были монахами. Я хочу поправить, они были не монахами, они были схимонахами. А схимонахи – это люди, которые отреклись от всего. Они не хотят ничего, кроме как только молиться за весь род христианский и за людей, дабы пришли они в единение с Господом. Но по смирению, по послушанию они берут, именно по смирению, берут оружие в руки и защищают свою страну. Поэтому смирение – это всегда активная позиция, но христианская позиция. Позиция – это когда человек свою волю, свою волю он отставляет в сторону и по молитве «Отче наш» исполняет ее в полной мере и говорит «Да будет воля твоя, яко на небеси и на земли». Поэтому фараон не желает смириться, отпустить народ. Так и дьявол подчас откладывает у людей намерение прийти в храм, или прийти, чтобы креститься, или прийти, чтобы венчаться, или прийти, чтобы крестить своих детей, своих внуков. Всегда найдутся какие-то причины. Это все образ гордости, которая противоположна смирению. Потому как гордость – это мать всех пороков, а смирение – это мать всех добродетелей. И как мы прочитали далее, фараон не хочет отпустить и говорит «Пойдите сами, но детей с собой не берите». Еще одна лазейка для дьявола. Мы часто это встречаем в нашей повседневной жизни, и особенно в сегодняшних даже образовательных программах, когда говорят о том, что «Ну, вы сами там ходите в церковь, а дети придут, а дети, когда вырастут, они там сами разберутся». Я вот как-то помню, в своем миссионерском служении разговаривал с заучем школы и говорил, она говорит «Ой, как вы интересно рассказываете». Была интересная там лекция, я рассказывал про ростовый патриотизм, помню, это было под 9 мая. Я говорю «Ну, давайте для детей для ваших сделаем, для старшеклассников встречу, можно с младшими классами, у нас есть, в принципе, преподаватели, закончившие наше православное учебное заведение, они могли здесь сделать библейский кружок или просто какие-то тематические лекции». И такая была странная вдруг реакция сразу, она, наверное, вспомнила, что государство делало о церкви, и она сказала «Ну, знаете, наверное, пусть они тогда, когда вырастут, тогда сами разберутся, верить им или не верить». Я ей тогда задал вопрос «Так православие – это хорошо?» Она говорит «Да». «Так ему надо учиться когда?» Они говорят «Ну, вот такому, да, как вы, надо, наверное, это с детства всё постигать». Я говорю «Ну да, хорошо, раз это надо с детства постигать, значит, можно начать». Она говорит «Нет, когда вырастут, тогда сами разберутся». То есть получается такая палка в двух концах. То ли мы будем действительно с детства это к этому приучать, то ли пусть они растут, не знаю ничего, и потом разберутся. Нужно помнить, вот видя из этого текста, что фараон, как мы говорили, это прообраз дьявола, он не хочет отпускать и говорит «Не идите вместе с детьми». Есть ещё, например, такая секта, как секта баптистов. Они крестят людей только во взрослом возрасте. Это тоже состояние такого наущения дьявольского, чтобы не пустить народ Божий вместе с его детьми служить и возносить в духе любви и кротости хвалу Богу в его церкви, которую он создал здесь, на земле. Мы видим, что дальше действительно саранча, как сказано в 14 стихе, «И напала саранча на всю землю египетскую, и легла по всей стране египетской, в великом множестве, прежде не бывало такого, и после сего не будет такой». Она покрывала всё лицо с земли. Дальше 16 стихе, «Фараон поспешно призвал Моисея и Арон и сказал, «Согрешил я перед Господом Богом вашим и перед вами, теперь простите грех мой ещё раз и помолитесь Господу». Мы здесь видим даже как бы образ покаяния, он говорит, «Согрешил я, попросите ещё раз Господа». Но покаяние бывает разным. Покаяние бывает действительно от сердца, но покаяние бывает и лукавое, когда человек под страхом чего-то, каких-то событий, вдруг говорит, «Господи, Господи, вот я, да, всё это сделаю». Я так вот общаюсь с молодёжью и преподаю в семинарии. Мне недавно тут прислали такой небольшой короткий ролик по Ватсапу, когда мужчина ищет парковку в городе, в мегаполисе, мы знаем, как это сложно. И вдруг он говорит, «Господи, дай мне место». Человек вместо его вставал, он ему кричит, «Ну куда ты, куда, я же должен здесь встать». И уже тут взмолился, он куда-то опаздывает, «Господи, ну дай мне, чтобы я вот пить брошу, курить брошу, изменять жене брошу, всё, Господи, только-только пить точно брошу». И как он только произнёс, что пить бросит, раз машина отъезжает, он говорит, «Нет, нет, Господи, не надо, я уже нашёл». То есть, примерно такое состояние было у фараона. То есть, пока что-то нужно, «Господи, где ты?». Как только что-то, как говорят, отлегло, так опять человек начинает поступать по своей воле. Итак, он говорит, «Простите, помолитесь Господу». Ну, мы видим, что как только Моисей и Арон помолились Господу, то подул сильный ветер со стороны, да, с противной стороны западной, то есть с востока, и вся эта саранча, она была унесена в Чёрное море, и эта казнь, она завершилась. И тогда они снова говорят, фараон призвал Моисея и сказал, 24 стих, «Пойдите, совершите служение Господу, пусть только останутся мелкий и крупный скот». То есть, не служите своими добродетелями Господу. Мелкий и крупный скот – это, в общем-то, тогда была такая твёрдая валюта, можно так сказать, дело милосердия. Нет, это всё оставьте, просто совершите какое-то формальное служение. Это то, к чему призывает, в общем-то, дьявол. Он говорит, «Просто служите как-нибудь так, что вам обязательно там поститься, не обязательно верьте, как-то в душе». Вот примерно это из этой серии. И он говорит, «Не идите, пусть крупный скот останется». И дети опять, видите, опять говорит, «И ваши дети пусть идут с вами». Здесь он уже как бы даёт такой вот откуп. Ну хорошо, оставьте добродетели одну, но детей можете взять. То есть, дьявол никогда не даёт человеку служить в полной мере Богу. Я хочу напомнить слова, которые мы уже произносили, слова Господа и Спасителя Иисуса Христа. Он пишет, «Исследуйте Писание». Господь говорит, а евангелист Иоанн записывает в 5 главе 39 стихе, «Исследуйте Писание, ибо вы через них думаете иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Вот, к сожалению, когда мы начинаем нашу программу, я всегда обращаюсь к любящим чтения Слова Божия. Вот эта любовь, она не всегда есть, к сожалению, снова повторю, в нашей православной среде. Мы исповедуемся, причащаемся, держим посты, читаем какую-то даже околоцерковную подчас, а не церковную литературу. А вот чтение Священного Писания не у всех есть прилежание к этому условию, которое дано нам Господом для спасения. Смотрите, Христос говорит, «Исследуйте Писание, ибо вы через них думаете иметь жизнь вечную». Другая перспектива, обратная. «Не исследуйте Писание, значит, не будете через них иметь жизнь вечную». То есть, не исследуя Писание, мы теряем какое-то условие освящения, сказано, «Слово Божие освящает человека в деле нашего спасения и истяжания благодати Святого Духа», которое есть главное условие в деле совершения нашего спасения здесь на земле, дабы войти нам в Царствие Христа. И вот мы видим, что и опять в 27 стихе сказано, что «И ожесточил Господь сердце фараона, и он не захотел отпустить их, и сказал ему, фараон, пойдите от меня, берегитесь, не являйтесь более, здесь уже какие-то такие угрозы». Ну, отцы церкви, между прочим, видят в этом состояние то, что саранча, именно почему именно такая восьмая казнь, мы с вами рассмотрели в предыдущих беседах семь казней, почему именно такая. Вот, например, такой учитель церкви, как святой Исидор Сивильский, который жил в VI веке, он пишет очень интересные, ёмкие слова, он говорит «Образ людей и их душ». Смотрите, цитата. На восьмом месте упоминается саранча. Некоторые считают, что этим видом наказания поражаются непостоянство несогласного с собой и враждующего человеческого рода. То есть, он говорит, вот эта прыгающая саранча, это как род человеческий, он мечется, то давайте мы будем брать этот образ, то этот образ нам для подражания не подходит, то в одну сторону, то в другую, то с теми миримся, то с теми ругаемся. Ну, впрочем, об этом предупреждал Господь Иисус Христос в Евангелии от Матфея 24 главы, что будут и войны, и глады, и моры, и несогласия в народах. Если нет согласия в душе человека, то не может быть внешнего согласия никакого. Поэтому он так и далее продолжает. В другом смысле продолжает Исидор Сивильский. И в другом смысле саранча должна быть принята за легкую изменчивость души, скачущей и прыгающей в желании века сего. Конец цитаты. Действительно, как сказано у отцов церкви, что крайности – это суть дела бесовской. Вот когда человек из одной крайности бросается в другую. Всегда, особенно в духовной жизни, должна быть золотая середина. У нас есть такое. Тот человек начинает поститься до такой степени, что смотришь, его и ветром уже качает, и он уже и к служению Богу не способен, и на клиросе еле поет. Или наоборот. Он думает, что ну зачем мне поститься, я могу этого не делать. То есть вот крайности какие-то в христианской духовной жизни, отцы церкви, они единогласно нас предупреждают о том, что это всегда края суть дела бесовской. Всегда опасно. И вот эта саранча, которая напала на все египетское царство и пожрала у них все, что там было, она как раз свидетельствует о том, что дьявольская, и тот фараон то вроде отпускает, мы видим, то теперь опять озлобился и говорит, отведет меня. Вот это вот дьявольское такое состояние, когда человек от одного намерения перекидывается к противоположному. Действительно, была у этой саранчи и бог такой был, как Саккар. Это был языческий бог растений, считал, что именно он покровитель всей растительности в Египте. И он здесь постыжается, как кумир и идол египтян, которые совершали ему поклонение. Между прочим, образ саранчи есть, например, и в книге «Откровения». Это 9 глава, 4 стих, нельзя этого пропустить. Здесь говорится о том, что в последнее время тоже будет саранча, но уже не такая, которая будет пожирать траву, а, ну вот, впрочем, прочитаем. Итак, «Пятый ангел» – это 9 глава книги «Откровения» с 1 стиха. «Пятый ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю, и данный был ключ от вкладиса бездны». И второй стих. «Она отворила кладись бездны, и вышел дым из кладиси, как дым из большой печи, и помрачилось солнце и воздух от дыма и кладиси. И из дыма вышла саранча на землю, и дана ей была власть, какую имеют земные скорпионы. И сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной и никакой зелени, и никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божией на челах своих». То есть, это пророчество. Если эти пророчества мы видим, здесь ветхозаветные пророчества, то здесь уже пророчество о кончине этого века. Сказано, что будет подобие этой саранчи. Многие отцы церкви говорят, что это будут апостолы антихриста, то есть апостолы – это посланник, то есть люди, которые будут внушать человекам всей земли отступление от Бога, еретические воззрения, либо воззрения секулярного характера, и они будут в особенности, как сказано, будут пожирать людей, у которых нет печати Божией на челах. Что такое печать Божией на челах? Это таинство миропомазания, которое совершается при святом крещении в церкви, созданной здесь на земле Христом, в церкви православной. Если нет этой печати Духа Святаго, вы знаете, кто был на крещении, видел, священник, когда миропомазывает, это образ преемственности апостольской, благодати Святого Духа, предается эта печать, он говорит, печать дара Духа Святаго, аминь. Помазывает глаза, уши, ноздри, уста человека и помазывает ноги. То есть, здесь ясно мы видим, что если печать эта не обретается, то человек не наследует Царствие Христово. Он будет пожиран в последнее время, унесен этим ветром, этой саранчой, и, как здесь сказано, она была брошена в Ветхом Завете в океан, так она будет в последние времена брошена вместе с ее служителями в огонь кипящий и бурлящий, где червь умолкает и постоянные мучения человеческой души. Поэтому не надо никогда медлить выхода из царства дьявола, из царства фараона, для того, чтобы воссоединиться со Христом в его церкви, через таинство крещения, миропомазание. Но этого недостаточно, как мы знаем. Но дальше продолжать жизнь добродетельную, жизнь милосердную, вместе со своей семьей, служа людям, служа Богу в духе любви и крутости. И девятая казнь, которая описывается в 10 главе, с 21 по 29 стих, это тьма, которая напала на весь Египет. Опять приходит Моисей и простирает руку к небу. Да, он простирает, молится здесь. Вернее, из 21 стиха, «И сказал Господь, Моисей, прости руку твою к небу, и будет тьма на земле египетской, осязаемая тьма. Моисей прострор руку свою к небу, и была густая тьма по всей земле египетской три дня. Не видели друг друга, и никто не вставал с места своего три дня. И у всех же сынов Израилев был свет в жилищах их. Параон призвал Моисея и сказал, «Пойдите, совершите служение Господу». Опять же говорит, «Оставьте мертвый и крупный скот, а дети ваши пусть идут». Он уже согласен, пусть и дети идут, только богатство свое оставьте. Но Моисей, то есть тот жертву, то богатство, то жертву, богатство, которое дается людям для дела милосердия. Но в 25 стихе Моисей сказал, «Нет, дай также в руки нашей жертвы и всесожжения, чтобы принести Господу Богу нашему». Пусть пойдут и стада наши с нами. И ожесточил опять в 27 стихе Господь сердце фараона. Опять он стал упрямиться. Он не захотел отпустить их. И сказал ему, «Фараон, пойди от меня, берегись, не являйся более пред лицо мое». Да, вот мы уже это прочитали, просто хотел повторить, упустили несколько стихов при прочтении. То, что явилась тьма. Здесь постыжаются два Бога. Были два... Бог Верховный, Бог Солнца, был Бог Ра, а Богиня Солнца была Баст. И когда настала тьма, мы видим, что только в домах израильтян был свет, свет, который подавал им Господь. А здесь была полная тьма. Что же такое тьма, которая говорится здесь? Вот что по этому поводу пишет тот же учитель церкви Исидор Сивильский. Он говорит, «Тьма символизирует ослепление ума тех, кто дерзает на исследование божественного разума, то есть на промысел Божий». Действительно, очень многие люди спрашивают, почему в мире существует столько зла? Одни богатые рождаются, другие бедные. Одни здоровые, другие больные. Одни люди благоденствуют, другие в уничижении. А вроде бы тот, кто благоденствует, он с точки зрения человека просто негодяй. А тот, кто бедствует, такой хороший человек, казалось бы, ему бы как раз и надо бы то, что имеет тот, который человек грешный, скажем, ведет порочный образ жизни. Чтобы ответить на этот вопрос, надо сказать, вот есть одна такая притча, когда один монах попросил и сказал, «Господи, действительно, почему одни люди живут так, благоденствуют, другие бедствуют?» То Господь ему сказал, «Не надо тебе лучше знать пути Господня неисповедимы, промысел Божий». Но он очень настойчиво молился. Господь ему опять говорил, «Неполезно», но он опять настойчиво молился. Тогда Господь ему сказал, «Ну хорошо, иди, говорит, вот выйди из своей кельи, там на поляне дупло, садись в это дупло и сиди, я тебе открою, почему пути Господни и промысел Божий». И вот он, когда сел в это дупло, то видит, один человек идет, он сел, этот дуб был огромный, такой размашистый, большой окронный, он сел в тени этого дуба, рядом был ручей, он попил воды, достал кусочек хлеба, поел, потом достал кошелек, в котором у него были деньги, и нечаянно, когда клал его обратно, обронил его из этого дуба и ушел. Другой человек ушел, тоже сел возле этого дуба, тоже покушал, но увидел кошелек с деньгами, взял его и радостно побежал по полю, что нашел столько денег. Третий, тот человек, который потерял, это богатый, это был человек, он вернулся обратно, и, а там уже пришел другой человек, тоже сидел, который не видел этих денег, и он начал убить. И так его бил, что забил до смерти. Сказал, что отдай мне деньги, но когда его обыскал, никаких денег у него не обнаружил. И тогда этот монах сидел и плакал, говорит, Господи, как же так это произошло, это же несправедливо, это же, что это такое? И тогда Господь через ангела открыл ему и сказал, что вот этот богач, который был, он задолжал этому человеку, второму человеку, и закупил у него поле, ну, в общем-то, задарма. И тот человек очень грустил об этом, а теперь он как бы получил свое, причем даже с избытком. Он молился Богу. А тот, который, этот богач, который забил другого человека до смерти, тот человек в свою жизнь убил человека и совершил это примерно так же. И причем молил всю жизнь Бога, чтобы Господь послал ему такую же кончину, потому что он убил невиновного человека. И Бог дал ему венец жизни, потому как он пострадал вот из-за боголюбия и состояния покаяния. А тот, который убил этого, с точки зрения невиновного человека, он уже идет, поспешает в монастырь и принять монашество. Господь потряс его душу, что он совершил, и убил человека невинно. Так Господь спасает своими путями, для нас иногда это совершенно непонятно, но снова и снова надо повторить, что мои мысли не ваши мысли, говорит Господь, и мои пути не ваши пути. Поэтому здесь было посрамлено эти богини света, потому что мы знаем, что истинный свет – это Господь наш Иисус Христос, и истинное солнце правды – это именно Он. Книги, например, в последней книге Священного Писания Ветхого Завета мы находим в книге Малахи в 4 главе 2 стихе такие слова «А для вас, благоговеющие перед именем Моим, зайдет солнце правды, то есть Господь, и исцеление в лучах Его, и вы выйдете и взыграете, как цельцы упитанные». Так пишется в этом пророчестве, и действительно Господь пришел, истинное солнце правды для всех уповающих на Него. Продолжение следует...